В 2020 году восточная лабораторная крыса превратила всех жителей планеты в подопытных животных. А по славянскому календарю это был год предыдущего мезгиря, то есть паука. А ведь действительно, коронавирус загнал нас всех по углам. Вся планета стала на паузу. Сидели по домам вместе с пауками. В условиях длительной жесткой изоляции некоторые вообще начинали вести себя, как пауки в банке. Что ж, год грядущий нам готовит. По китайскому календарю это год металлического быка. Но зачем принимать заморских животных, если у нас всегда были и остаются собственные славянские тотемы? В 2021 году, или правильнее сказать в лето 7529-е, тотемным животным по славянскому календарю будет кричащий петух. Так давайте же попробуем разобраться, что нам ждать от петуха и главное, как реагировать на его крики. А ведь кричит петух не просто так, от избытка чувств. Его предназначение – разбудить всех своими криками, призывая очнуться, осмотреться, взяться за перемены. Так как эта птица кричала на рассвете, у славян она ассоциировалась с солнцем. Считалось, что петух своими криками разгоняет темноту и всю нечисть. Гребешок петуха – это оберег от всех напастей, потому петуха изображали на оставнях, на гребнях крыш. И именно петуха, а не кошку, как сейчас, первого запускали в новую избу. После мрачного года паука эта птица должна привнести яркие краски в нашу жизнь. Тотем начнет защищать нас от пожара вируса, и планета наконец-то проснется. И на повестке дня будет вопрос, как дальше развиваться и в каком направлении двигаться. Этот кричащий авантюрист скор на расправу, потому как можно быстрее надо вырваться из старых конфликтов и новаторски переосмыслить все процессы жизни. Славянский Новый год совпадает с магическим днем весеннего равноденствия. К этому дню следует подготовиться, сделать защитное украшение для дома. Можно сделать петушка в технике оригами, а 21 марта показать его солнцу и попросить о поддержке.